13 причин почему? Это нужно посмотреть. Всем добрый день и сегодня я хочу затронуть одну очень важную тему. Это проблемы подростков и суицида. Я знаю, что моя аудитория это в основном подростки, вы меня сейчас смотрите. Поэтому это мое обращение к вам и вашим родителям. Что меня вообще натолкнуло на съемку этого ролика? Это недавно просмотренный сериал 13 причин почему. Сериал вышел сравнительно недавно, но уже прогремел по Америке и дошел до России. Этот сериал повествует о девушке, подростке, которая, заканчивая школу, решила покончить жизнь самоубийством. И прежде чем это совершить, она записала 13 кассет. И в каждой кассете оглашалась одна причина, почему она, собственно, решила уйти из жизни. Каждая причина это человек, окружающий ее. Это мог быть близкий, друг, какой-то вообще сторонний прохожий, грубо говоря. И в конце мы узнаем, что же послужило главной причиной для Ханны, собственно, главной героини. И что подтолкнуло ее к суициду. Скажу вам честно, изначально сериал мне абсолютно не понравился. Мне показались все проблемы главной героини Ханны крайне напыщенными, придуманными. Мне казалось, что она в каждой ситуации из мухи раздувает слона. И в принципе поводов для самоубийства у нее никаких не было. Я не могла ее понять. Но к концу сериала с каждой новой кассеты, с каждой новой причиной мое мнение кардинально менялось. И в конце произошел вообще полный взрыв, что меня, собственно, и подтолкнуло записать данный видеоролик. Данный сериал вообще вызвал большой резонанс в обществе. Сначала в Америке, теперь он шагает по России. И многие взрослые, естественно, хотят запретить своим детям смотреть его, потому что считают, что он подталкивает детей на мысль о суициде. Но, видимо, они даже его не смотрели и не пытались понять, раз так говорят. И вообще, в целом, сейчас тема подросткового суицида крайне актуальна. Что в интернете, что на телевизоре. Все мы знаем нашумевшего синего кита. И почему-то большинство взрослых думает, что именно интернет подталкивает детей на такие действия. И никогда не пытаются задуматься о том, что сами они могут порой на это подталкивать. Я не говорю, что тема детского суицида, она сейчас настолько участившаяся. Я думаю, что о ней просто по большей части говорят. И данный сериал вообще ни в коем случае не нес в себе цели подтолкнуть детей на то или иное действие. Здесь, наоборот, все было показано в таких красках, что после просмотра этого сериала, я думаю, вряд ли кто-то вообще решится на такое. Почему я, собственно, вообще решила записать данный видеоролик? Я часто общаюсь с вами вживую. Да и сама, честно говоря, я недавно была подростком. И понимаю, что зачастую проблема, которая окружающим кажется совсем маленькой и незначительной, для вас является целым миром. Самый банальный пример. Оценки в школе. Сначала родители говорят о том, что оценки не важны, не переживай. Но при этом, когда ты приносишь домой тройку, а то еще хуже двойку, вам устраивают скандал. Ты не учишься, ты бездельник, у тебя не будет будущего, ты не поступишь в институт, ты не устроишься на работу, тебя посадят в тюрьму. И вот так вот дальше, дальше, дальше. Из-за какой-то оценки. И, естественно, юный разум воспринимает все это очень гипертрофированно и принимает все очень близко к сердцу. Итак, оценка за оценкой, все это накапливается. Затем появляются другие проблемы. Это общение со сверстниками, какая-то первая влюбленность. И вот так складывается общее восприятие подростком этого мира. Поэтому жизнь складывается из маленьких крупиц, которые на данный момент вам кажутся безумно огромными. Но потом, с течением времени, вы поймете, что все это было пустяком. И эти проблемы покажутся вам крайне забавными. И вы будете вспоминать об этом всем с улыбкой. Но в данный момент важно, чтобы вы и ваши родители слушали, а главное, слышали друг друга. Не бойтесь делиться с родителями и вашими близкими тем, что вас тревожит. Зачастую со стороны увидеть проблему и решить ее гораздо проще, чем пытаться справиться с ней самому. Но также в моем видео есть призыв родителям. Не забывайте, что вы тоже когда-то были детьми и подростками. И когда-то маленькие проблемы были для вас целым миром. Поддерживайте своих детей в любых ситуациях, а не только в трудных. Также я очень прошу вас быть внимательным к своим сверстникам. Потому что зачастую кому-то очень не хватает внимания. И ему достаточно, чтобы вы просто подошли и сказали «Привет, как дела?». Поэтому, прежде чем травить или обижать кого-то в школе, подумайте дважды. Ведь завтра на его месте можете оказаться вы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok